У нас две вещи традиционных в нашей передаче. Человек себе желание загадывает, потому что он сидит между двумя Олегами Юрьевичами. И в конце самой передачи обращается напрямую в камеру. И обращается к своему, по сути, потенциальному конкуренту. Но к человеку, который еще не принял это решение, к сожалению для него и к счастью для тебя, делать свое дело. Я считаю, что настоящий самодостаточный мужчина это тот, кто делает свое дело. Он не сидит на диване и не думает, как получить какую-то государственную или социальную льготу. Или хуже того думает, а пойти ли бы мне поучиться, еще получить третий или какой-то. У меня вообще нет высшего образования. А он зачем-то третий идет, получает или четвертый. А тут то, что ты предпринимаешь. Обратись к нему, предложи что-нибудь. Или просто пофилософствуй. Поддержи его. Подпни его по-простому. Желание я тогда загадаю про себя, чтобы, как говорится, сбылось. Что касается пожеланий, здесь много чего в жизни удалось посмотреть за последние годы. И вот такое пожелание, ребята, давайте не бояться заниматься делом. И самое главное, что очень мне не нравится, но что очень часто я вижу, можно так вот назову. Не нужно колотить понты по-простому. Потому что я знаю огромное количество людей, которые на самом деле мало еще чего сделали. Но вот это вот желание выглядеть как те, которые уже что-то достигли, оно вообще превосходит все остальное. И люди только этим и занимаются. Знаю много людей, которые мне говорят, набиваясь закусочными сосисками, что я на переговорах. Я знаю, какие переговоры. Я в своей жизни за 7 лет провел один раз всего лишь то, что я могу назвать какими-то переговорами. Зато я знаю кучу людей, которых в кармане 100 рублей, но они целый день на переговорах. Вот это я считаю колотить понты, которые мешают просто работать. Пожелание такое. Спасибо, кстати, очень толковое, мне кажется, и такое рациональное пожелание. Спасибо тебе большое за время, тебе успехов с продажами не только велосипедов Кольнага, но и всех других брендов. Спасибо вам. Расширяйте ассортимент. Расширяйте ассортимент. Рассиряйте ассортимент. Продолжение следует...